ну какие красавцы черничьи красная вода фиолетовая даже или красная ну все блин аккуратненько переедем все это дело да конечно снимаешь я еще жду когда ты на ебать так за ебать прям в грязь просто класс ну погода бомба вот эта вся атмосфера это короче крутяк нифига себе гром бремит земля трясется это гтм несется о водопад водопад кофейный военный пирожок получается в рот уже не в рот что них них нормальная дорога замечательный русский игрок иромир ягра марио лемье евгений малкин супер бомбардиров нхл сейчас назад ребята был дождь и все открываем дверь тепло не выпускаем оп 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 когда здесь лежал снег я купал с этой речушкой микроперекур дорога огонь мама не горюй где макар овец не пас предыдущей серии мы вдвоем с хромом заехали на бермамет по простой да не очень простой дороге подробности въезда как всегда в предыдущей серии а сейчас пришло время сменить тормозной камень и двигаться дальше оставили камушек от водопада девичьей косой и прикрутили камушек с малого бермамыта замена тормозного камня малый бермамыт а кругом вот что смотрите ребята ведоны конечно фантастические если по-честному совсем не хочется быстро уезжать отсюда а а Субтитры создавал DimaTorzok Покатились дальше. Впереди нас ждал дождь и спуск к Волчьим воротам. Где мы должны были встретиться с группой товарищей, которые на расслабоне катились по асфальту. Дорога – опять укатанная грунтовка, знакомая, но не менее красивая, чем в первый раз. Свинцовые тучи стремительно заволакивали небо, и Вова не кисло притопил вперед. Я же не мог заставить себя не глядеть по сторонам и продолжал ехать и читать ворон. Уж очень красиво кругом. Плюс ко всему надвигающаяся непогода добавляла градус прекрасного в пейзаже. И еще, мне кажется, удалось почувствовать те недостающие моменты моего весеннего путешествия, когда вместо наслаждения дорогой здесь было одно сплошное преодоление. Вот еще видончик неплохой. Пятерочек поднялся и едем дальше. Ну, какие красавцы! Черничьи, блядь! Но потом дождь накрыл нас головой. Моя и без того уставшая камера даже в аквабоксе совсем приуныла. То ли от холода, то ли от воды. В общем, мы бодрое валим. Ох ты, черт! Вот это, блядь! Ужица! Не нырнуть тут по самой яйке-то. Отель-брусик. Молее видно стало. Но спуск на лодочеворота хороший, каменный. Ну, по крайней мере, уже самой спуск. А заезд на него, да, доходим от кольских. Ну, не хуже, чем здесь. Так, у меня входа там. Блядь, нет. Видите, гублачка чуть-то смешковато. Подвздулись! Все равно, тут он офигенный. Красная вода. И далее. Фиолетовая даже. Или красная. Из-за породы. Так, мы надменичной дымой. Пошел дождик. Пошел дождик, почва начинает размокать. Ну, держа хороший на зубах. Так, водичка. И подъезд, и спуск к волчьим воротам я не снял. Ну... Ну все, блин. Апельсин Виоле второй раз гуслятину врубил. Но его снял Лова. Здесь и далее на спуске специально не стал прикручивать музыку, чтобы передать ту атмосферу стихии с проливным дождем и громом. Так, начинаем спуск. Интересный просто спуск. Эпический. Эпический, эпичный. Какие-то реки Ниота разглядели. Аккуратненько перееедем. Ну что ты, давай езжай. Снимаешь? Что? Снимаешь хоть чуть-чуть? Да. Хорошо. Конечно, снимай, чтоб ты пропиарился был мега-ютубчиком, инстаграмером. Я еще жду, когда ты на ебанке так за ебанком в грязь. Давай. Угив. Ну просто классно. Ну погода бомба. Вот эта вся атмосфера. Это, короче, крутяк. Эти реки там. Шоколадные. Это тревадном. Промоем от тревадного. Какой. Уже пожирнее пошло. Грязюшка пожирнее. Как я уже не один раз отмечал в инстаграме и у себя на странице, всякий раз, когда я оказываюсь около Волчьих ворот, идет проливной дождь. Нифига себе. Градинки попадали, значит. Перед нашим проездом. Наргуль так. Книжочек, все дела. Ну вот, этот район, Курзукский, да будем так назвать, не знаю точно. Вот, мне кажется, вот град, сейчас-то являетесь, потому что тут раз мы были, дождь с градом, и все полным таким знакомым. не попали бы от него. Не снимаю я тебя, снимаю. Как ты там, буришь с этим темом. Это вообще весело. Камушки там все дела, еще и плечу. О, тут медон такой открывается, бомбический. Жалко. В этот раз было все точно так же. Град и ливень, мутные потоки и ручьи по стенам скал, тяжелое серое небо прямо над козырьком шлема и спуск. Гром гремит, земля трясется, это КТМ несется. Нет преград у КТМа. Не искушай, Орел, без нужды. Для него ручьи не проблема. Спуск. Спуск в воде, по воде, наперегонки с водой. Отдельный кайф турингуриста. Как ни посмотри, место силы. Особенно в такую погоду. Я узнал все виды дождя. Мелкий, жалящий дождь. Старый и жирный дождь. Вы хороший. О, водопад. Водопад кофейный. Почитай. Вы довольны? Да. Хорошо. А что, должен быть? Такой у нас промежуточный стоп. Волчьи ворота. Сейчас уже не видно, а то лило нормально, по-взрослому. Вышли на дорогу. Здесь не видно. Речка двух цветов. Две речки. Плеваются. Сейчас на заправочку поедем. 106 делали. Смотрим. О, соединение двух рек. Своеный пирожочек получается. Спустившись вниз и проехав по знаменитому мосту, мы не встретили наших компаньонов, но встретили других знакомых парней из Пушкина. Мы не встретили наших компаньонов, если ехать по дороге, то закрыты. Домбай и Архы закрыты. Да, они проезжают. Если не пускают, они обратно в Тебя Архы. Оказалось, они тоже были на связи с нашей группой и из-за дождя к воротам никто не поехал. Перенесли встречу в еще одно наше культовое место отель Три Полена. Узнав, что есть некоторые проблемы с проездом в Архызе, мы покатились на место встречи на бывшую базу МЧС. Впереди были 30 километров бездорожья с тем самым мостом имени Апельсинового Волка. Да, мосты – это отдельная тема для историй. Скользкие бревна, уложенные вдоль, тяжелый мотоцикл и короткие ножки. Все 33 удовольствия. В рот уже не в рот. Грен возьмешь его. Дорога в этот раз была без снега, но шел дождь, и луж было тоже немало. Хотя и безо льда. А вот реки уже наоборот, были более полноводные, и просто так махнуть вброд было уже не вариант. Похоже, у первой нашей команды, которая проезжала здесь раньше нас, эта дорога вызвала чуть большее затруднение. Или просто им нужны были красивые фотки. Ехали совсем без остановок. Ну, мосты не в счет. Снимал я гораздо меньше, но путь через лес все равно играл новыми красками. И назвать езду скучной, потому что был здесь полтора месяца назад, я совсем не могу. Сейчас все зеленое, и даже склоны кажутся более дружелюбными. Ради интереса можете сравнить виды на этой дороге в нашем весеннем путешествии. Ссылки на весенние поездки я прикреплю в описании. Также отмечу, что очень большую роль в восприятии играет усталость, как физическая, так и моральная. В этот раз присутствовало даже некоторое удивление, мол, что же такого сложного виделось в этой дороге в прошлую поездку. Ведь кругом такая красота. А может и правда все дело в шашечках? Что думаете? Кстати, второй нашей группе дорожка простой совсем не показалась. Даже несмотря на преследующий наш дождь и на то, что лично я вымок весь еще около Бермамыта, катиться достаточно легко. Первая банда асфальтная уже здесь. Вон эти следы. бездорожная, то есть мы подтягиваемся. Там домик откроется. Вообще полный битчский. Вот источники, ванны, здесь нарзан. Да и бросок у нас сегодня был большой, насыщенный по сравнению с предыдущими днями и майской поездкой. Камеру то и дело заливает дождем, но пару кадров я все же оставил как свидетельство, что дорожка не очень простая. что они нормальная дорога, блин. Не знаю, что укрыли Финиш сегодняшнего дня Вся команда в сборе Два разных пути И наше любимое место Отель Три Полена Погода, как всегда, радует Дождик, свежо Вот там в дымке старина Эльбрус Говорят, что утром В первой половине дня отличная погода А во второй половине дня Почти всегда пасмурно идет дождь Так что вот, наслаждаемся Лучшее место Возле Эльбруса Отель Три Полена Как всегда, встречает нас гостеприимно В этот раз Там есть газ Но его нужно установить самим И так удачно получилось Что с нами ехал газовый монтер Монтер Мечников По приезду в отель Наладили немного наш быт Газовый монтер Петр Поведал, почему он ездит в джерси Малкина Замечательный русский игрок Я понял, а ты сперли у него футболку? Нет, мне товарищ По пьяной лавке говорит Что тебе хорошего купить на Алиэкспресс? Давай какой-нибудь джерси куплю Давай Я вот хочу хоккейную Ты в команду болеешь? Я говорю, я Если НХЛ, то Питсбург Пингвинс Потому что там очень много было хороших игроков Мирамир Ягра, Марио Лемье И прочие там Морозов, Ковалев и все прочее Вот сейчас там центр форвард Евгений Малкин Супер бомбардир НХЛ Вообще просто пример для подражания Слушай, что ты? Может это пробовал? Ага, не то пальто Сейчас сделаем Надо отрез, наверное Дайте ножку Именно А, пошло У спецов Каменс Есть всегда все с собой Понимаешь? Потому что это легендарный сервис Оп, все работает Сейчас проверим Большую дыр Сука Свисток А на кухне синим цветком горит газ Так, теперь мы сделаем Вот так Раз Два Так Обращайтесь в выездной пропан сервис Лучшее место Отель Три Полена Тепло Тепло Хорошо Блин, здесь офигительно Жалко, вот просто солнце светит Мы не сможем показать туда Отогрелись И, конечно, пошли в Нарзановые ванны Дороги Час назад, ребята Был дождь Ливень Пипец А сейчас, смотрите Отличная погода Как полтора месяца назад Когда все засыпало снегом А потом хлоп И примерно такая же картина Отдых был всем очень кстати Какая же кругом красота Вон он Интернет лежит Вон там Вечером сходим Посмотрим Входите Та-дам Закрываем дверь Тепло не выпускаем Оп-оп-оп Нарзановые ванны Наша банда идет купаться Вам не покажем Всем рекомендую Вот, пожалуйста Первый клиент Самый главный клиент С Алексеем Сомноженка Вот прошу вас Вот смотрите Что написано Вот что там Теплее, чем они Потому что здесь Несмотря на затрапезный вид Место приятное Надо чувствовать Прилив сил И здоровья Хотя все обещают Что С первого раза Должно Нахлопучить И все Сболеть Пока Только Холодно Пиздец Это только мне Походу А все остальные На бодрике На бодрике Володя Да Он всегда На бодрике Бармен Когда Здесь лежал снег Я купался В этой речушке Что мне не быть На бодрике Когда оказывается 18 в воде Точно Хотя Чего скрывать Было очень свежо А потом Был приятный Теплый И уютный Вечер Есть жгоп? Есть Жгоп есть Бумажки Есть Отель Как всегда Оправдал свое название Придуманное нами весной Алексей Показал нам Как можно сделать Походе свечки Когда совсем Ничего нет Кроме салфеток Масла и зубочисток А сколько он там проедет? Так что бы Шмидт все масло Моё сука Сожарит Как форли будут жарить 7.35 Погода отличная Ночь была звездная Начинаем сборы Утро было погожим И не очень спешным Хотя и ранним Шмидт подшаманил Африку И мы поехали назад К асфальту Потому что просто Стоять и ждать Пока все Доделают мотоциклы И соберут вещи Было скучно А дорога от базы МЧС В хорошую погоду Сказочно красива И высокогорная ее часть И нижняя Которая петляет вдоль реки Перепрыгивая через нее Бревенчатыми мостиками С берега на берег В сторону асфальта Ехали все отдельно Каждый в своем темпе Может быть, конечно Все уже подустали И больше думали О приезде к Черному морю Не знаю Встреча всей группы Должна была быть В поселке На асфальте И впереди еще был Архыз Из моих личных переживаний Был только мост Имени той самой Неудачной катастрофы Которую я угодил весной Но Можете меня персинового волка Все было на самом деле Проще простого Нужно было просто аккуратно И не торопясь Проехать эти бревна И все А история с моим падением Конечно, доступна По ссылке в описании Залетайте посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok